Продолжение следует... ...глубины земли, куда низвергаются лавовые водопады, и где не ступала нога никого, жившего на поверхности. Так, а здесь, пожалуй, только сундук с бестиарием. Тогда вернёмся. Получится ли у нас добыть последний кристалл? И зачем они голбезу? Глобальные вопросы, на которые мы найдём ответы этим прохождением. А Кейн мечи у нас не носит, да? Это делает, вон, копья и топоры. А, нет. Кейн, значит, по всей видимости, тоже можно ставить Мстителя. Вот есть защитник. Который будет даже лучше. Давайте пока оденем на защитника. Посмотрим, как он себя проявит с ним. Защитник просто совершённые формы имеет. Сесил, а сколько тебе повышать девяносто седьмой? Уже скоро. Уже скоро у Сесила на один повысится дух. Снова две двери. Скорее всего, обе эти двери опять будут живые. Скорее всего, я тоже проверился. Самый галст. Открытие. Затем, что же это? Сосит, щёлка и тушь, щёлка и тушь. Посмотрим, что же это? и канат а здесь давайте дойдем до конца вернемся к дверям нет кровавого пира сегодня не будет ну вот начнем с этой двери а что за ней а за ней снова комната без каких-либо названий видимо всего лишь небольшой переход между уровнями но нет еще какие-то проходы ну давайте возьмем эти два сундука и пока вернемся или уже дойдем до конца как это мы перегружены силе силы выпить с удовольствием все хотят все те кто хотят быть сильными а это ридия и роза но это так сильный интересно сколько мы уже провели всего сражений файл фэнтези 7 есть старичок который ведет подсчет но учитывая то как я выбивал гоблина мозгодера это немало друзья и еще нам предстоит выбивать бомбу хвосты так что у нас еще сражения будут это же повышается 74 так и видимо очередная комната из которой мы выйдем не словно хлебавшие есть такие в этой пещере есть конечно может быть потом у них что-то и будет например секретные предметы как это было в пещерах на поверхности когда заходишь туда после прошествия какого-то времени и после проигрывания каких-то игровых событий то там можно было подходить секретные предметы может в этих комнатках что-то будет и я конечно же вернусь проверю вот так вот кейн получает 85 красиво демонстрирует защитника и сессил поднимает руку вверх увеличивая дух на 1 и получая 97 уровень кейн нормальный парень нужно было ему затевать все это из-за розы ну как я уже говорил радует то что он все-таки смог одуматься этот проход все же вел на третий уровень но мы предпочли начать именно с него а значит получше больше опытом больше прокачаемся и и и и и и и и и так что после посещения таких пещер наши герои хорошо привыкнут к жаркому подземному климата и уже не хуже гномов будут это все переносить все это может пригодиться им потому что кто знает куда наше путешествие забросит нас еще где-то один процентик мы не открыли так что начну ходить под каждой стеночкой прямо отсюда снова контратака не сработало видимо все таки с берсерком она не работает и и и и с девяносто седьмым уровень уровнем сессил промахивается впервые такое вижу это просто какой-то исторический промах сессила запомните его он произошел в 54 часть прохождения фэнл фэнкзи 4 на 100 процентов получили три красных клыка начнем с этой двери тогда надеюсь не все они будут пустые хотя может быть и все 5000 роза наносит 5000 из второго ряда неплохо почему-то выключается автобой всегда на этих дверях я несколько раз уже обращаю внимание и вначале думал что это я выключал но нет вот такая небольшая недоработка нами была выявлена кто пойдет писать баг-репорт тот молодец так еще к тетцу чёрная мантия роза сможет ее одеть сможет но золотые заколки в ее золотых волосах гораздо красивее вот я включаю автобой потому что да на дверях вам отключается здесь комната с сохранением но обойдем все и тогда сохранимся а 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 2 а а а а а а Скоро мы станем миллионерами Мы почти приблизились к миллиону гиды снова Что это за палка торчит Из этой двери Роза Качается, 85, отлично Какое впечатление, что это какое-то копье Которое глубоко в нее встряло Может еще что-то Что это за палка торчит Новый сюрикен взяли Можно будет метнуть, но поскольку он один Пока Метать не будем Так как хочется К концу игры иметь хотя бы По одному экземпляру всех предметов Легкий занавес Что он дает Отражение Все же не все комнаты оказались пустые Это уже приятно Можно было сделать, наверное, и все Здесь также сундучок И с двух сторон Блестящий меч Блестящий меч Со стихией свет Вот какой Повышает интеллект Хорошо Аж на 10 И дух Очень такой паладинский Да Ну Поставим его обязательно Когда немного дальше пройдем Пока здесь механические сражения происходят Мститель самое то, что нам нужно Потому что Благодаря ему Сесел сейчас атаковал первым Так что Очень хочется собрать все предметы Хотя бы В количестве одной штуки Под конец игры Понятно Кроме тех, которые Попадаются единожды И кому-то отдаются Это не в счет Из таких предметов У нас нету сейчас Посоха лилит Возможно Сейчас уже не припомню Какие-то предметы Остались На палами И порами Я все-таки надеюсь Что они Оживут И вернутся к нам Но Если не вернутся То можно будет посмотреть В предыдущих частях Что на них были за вещи Может быть Они не уникальные Вот Так Долгие Долгие были Эти все комнаты Тут стену нельзя Проломить Напрасно Что означают Эти комнаты Может быть Здесь Хотели сделать Какое-то Подобие Тюрьмы Подземной На этом уровне Либо Хотели создать Какие-то Залы Для складов Может быть Небольшого Поселения Резервации Или блок Поста Все Возможно Видно Что здесь Было Строительство Возможно Даже это Сделали Гномы Так как Рунические Символы Которые Были На входе Они Присутствуют Над Каждой Дверью Так А там Канат А там Канат А мы По нему Еще не Слазили Сейчас Свернемся Ридия 85 Уровня Классно Было Если бы С 99 Уровнем Каждому Из персонажей Давали Какую-то Сверхспособность Вряд ли Конечно Так будет Но Все-таки Тогда Такая Длительная Прокачка Которую Мы Совершали В этом Прохождении Имела Еще Более Положительный Результат И принесла Больше Удовольствия Так Я так понимаю Мы спустились И поднялись Сейчас Сесил Спускается И Сесил Поднимается Значит Канат Не ведет Никуда А обрывается Над пропастью Это было Неприятно Так Нам нужно Зайти В эту Комнату Сохраниться Друзья Я думаю Что даже Использовать Дом Мы Практически В совершенстве Вписали Его В эту Окружность А теперь Сохранимся Давайте Вот Даже Наверное На На Вот Эту Возможно Запись Да Хотя Так Никто Ничего Не сказал Насчет Лавингвея И имени Которое Он просил Вести Но Сохранимся Сюда Теперь 94 Часа И 13 Минут Игрового Прогресса Пойдемте Дальше На Третий Этаж Запечатанной Пещеры Как долго Эти монстры Здесь Жили Без Незваных Гостей Сколько лет Была запечатана Эта пещера И вот Сейчас Наши герои Здесь Представляете С какой яростью На них Набрасываются Нашим героям Нужно быть Предельно Осторожными В таких Моментах Так Здесь Этот Перешейк Переход Известный Нам уже Переход 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 есть ли еще какие-то хвосты кроме желтого синего и зеленого и вот этого красиного вот о чем я сейчас подумал также думал о том о том всем что нужно сделать на поверхности и жену янга посетить и сходить к источнику в пустыне с хвостами заняться да вообще пройти по всем городам деревням замком поговорить посмотреть заглянуть может быть к эдварду что там происходит на поверхности сейчас так там канат давайте здесь начали посмотрим все да я думал что может быть хотя бы некоторые двери 2 эпический промах сессила будут здесь не чудищами но наверное все таки все двери здесь чудища очень плохая инициатива у них они вообще не успевают походить такой вот просто доска для изрубливания это комната наверно очередная пустышка и и и и и и а так ну опустимся давайте посмотрим будет ли здесь что там да здесь есть уровень целый даже не знаю Четвертый, а то ничего не было написано. Если прочитать автобой задан наперёд, будет Йоу, ботва. Это своеобразное лалихо. Йоу, ботва. Ну, почти братва. Такая семантика, да? Близкая. Так, это какие-то комнаты-сокровища. Кладовые запечатанные пещеры. Давайте назовём их так. Хорошие расходники здесь лежат. Супер эфир и супер зелье в этом уголочке. Ничего. Часто. Часто начал уже Эдж наносить критические удары вырос. А мы ведь его вот с таких знали и растили. И были вместе с ним, а он с нами как верный член нашей группы. Так, тут, видимо, проход дальше вниз. Два синих лыка. Красных получали теперь синие. Тут ещё будет одна точка сейвпоинта. Замечательно. Однако, нужно ещё подняться, глянуть что-то вверху. Может быть, даже ничего. Сейчас узнаем. Эти все... Эта вся местность... Да, есть там ещё кусочек. Напоминает мне... Вулкан. Как же он назывался? Ну, на ГУЛАГ похоже. По девятой части. Там тоже нужно было... Лазить. По канатам, Зиданам. Почему я так часто вспоминаю девятую часть? Ну, она действительно моя любимая. Моя первая. Это как первая любовь. Так, ну, два раза можно получить награду за прохождение... Третьего уровня пещеры. Я, как бы, буду молчать. Слово не скажу. Хоть тридцать три. А тут очередная Йоу-батва. Она особенная к ней. Особые чувства к девятой части. Я об этом ещё, конечно, скажу, когда буду её проходить. Но это как первая любовь, которая оказалась успешной. Которая соединила... Какие-то две половины навсегда. Так произошло между мной и Final Fantasy IX. Так, тут точка сейв-поинт. Что-то нет секретов в этой пещере. Или я их не нашёл. Но думаю, что всё-таки осмотрел всё внимательно. И ничего не пропустил. Если здесь точка сейва, значит дальше, скорее всего, будет что-то серьёзное. Тем более, её прям так поставили линейно, сюжетно. Мимо не пройдёшь. Сохранимся в первой и третьей слоты. Снимем... Мстителя. Поставим вот блестящий меч. Посмотрим, как ты будешь с ним блистать. Кейн уже. Хочется ещё попробовать какое-то копьё поставить. Он тоже может носить Мстителя. А давайте поковырнём у гноми топор. Так, из счетов лучше ничего нет. Ничего. Шапка с пером. Магическую сильно снижает. Пусть будет шапка с пером. Так, но алмазные хорошие, безусловно. И великанские они. Тут, видимо, всё так и оставим. Пусть всё так и будет. Давайте проверим оснащение, раз уж мы так начали. Всех. Ридия. Ридия всё, ходит и ходит с плетью. Так как она парализует. И это неплохо, пусть парализует. Так, ну, золотая заколка отлично подходит двум нашим отличным девушкам. Отличным девушкам отличные заколки. Тут всё, видимо, то же самое. Стрелы йоэти хорошая штука, но она, наверное, закончится сразу, не так как стрела молчания. Так, остался Эдж. Эджу можно чёрную мантию одеть. Так, на 5 снизит силу. И на 4 увеличит. Значит, не будем одевать учёную мантию. Отличное у нас оснащение у героев. Всё проверили. Всё посмотрели. Ступаем смело сюда дальше. Что у нас? Четвёртый уровень? Да, четвёртый этаж. Так, это канат. Давайте пока обойдём, посмотрим, что у нас тут. Посмотрите, как выглядит меч этот в руках у Сесила. Я почему-то думал, что он будет какой-то светло-золотого оттенка, но он такого более кислотно-ядовитого. Так, как скалибур. Но острый. Так. Что здесь? Спуск. В него мы пока не торопимся. Нам ещё нужно посмотреть, что там на канатах. Интересный рисунок карты здесь. На четвёртом этаже. Я после этого босса, который был с доктором Белые Клыки. О каждом боссе теперь думаю, нет ли у него какой-то ещё формы, Которую мы не успеем посмотреть, учитывая Перекачку наших персонажей, которые сразу выносят боссов. Думаю, скорее, что это было исключение. Так, а здесь оба каната, они обрываются над пропастью. Так что нам остаётся только идти в проход. Никаких сундуков не было здесь, на этом этаже. Довольно слабый, конечно, урон, устася с этим мечом. Я его сейчас сниму. Пусть немножко ещё пока поводит с ним, но вообще, Конечно, повышает паладинские характеристики хорошо. Но сосел у нас, прежде всего, бравый воин. Пятый этаж. Сколько здесь, интересно. Так, а его уже на 50% исследовано. Какой-то пятый этаж небольшой. Небольшой, но... 60% сразу исследовано. И что-то в сражении нету. Без сражений, значит, пятый этаж. Здесь монстры не обитают. Почему? Ещё какие-то клыки. Нет, мега эликсир. Мега эликсир. Это не дверь, это чудовище. Вот так вот. Дверь решила добавить кейна в свой бестиарий. Что же. Даже двери иногда хотят заполнить бестиарий на 100%. С другими, правда, не успела. Но она попыталась. Здесь зал с кристаллами. Вот, вот что здесь так глубоко. Наверное, и поэтому гномы там строили эти комнаты, чтобы сделать нам какой-то блокпост. Посмотрите, какой красивый здесь кристалл. Это ведь комната, на которой держится мироздание. Тёмный кристалл получен. Мы взяли его, и что теперь? На выход? Но не может всё так просто быть. Чувствуем же мы это все. Страшное землетрясение обрушивается на эту пещеру. Когда наши герои стоят у моста. На пятом этаже. Стены. Они двигаются. Эта пещера создана для защиты кристалла. Похоже, это последняя линия обороны на случай, если кто-то вздумает унести его. Тогда, наверное, придётся её разбить. Стена двигается, как в Final Fantasy VII. Так, сразу пробуем, есть ли у неё что-то демоническая стена. Давайте прыгать. Давайте будем использовать сильные навыки, которые у нас есть. Жуткая стена напирает на наших героев. Страшно представить, как быстро будет откусана голова этим монстрам. Так, если он доберётся до нас. Ну, давайте потоп. Сейчас метеор пойдёт. Метеор хорошо продолбил стену. Может быть, вода сможет смыть её окончательно. Нет, вода совсем минимальный урон носят. Метеор просто... Классная способность. Молния, ураган, вот дрожь может быть эффективна. Свет отлично подействовал, просто отлично. Дрожь немного эффективнее была. Вообще, навыки, конечно... Ниндзю Цу, они... Так, себе. Сейчас будет метеор. И может быть, он сокрушит второй метеор. Эту стену. Но мне не нравится, что он так приближается. Угрожающе. Нет, она ещё всё... Всё ещё жива. Может быть, ускорее на всех скастовать. Я уже волнуюсь, друзья. Мы её сокрушаем. Не подпустив до конца к нашим персонажам. Неизвестно, что было бы, если бы она приблизилась. Но... Достаточно живучий босс. 79999 опыта. Это почти как картридж на 9999 игр. Ну, уровень был только у Розы. Defeated Demon Wall нам дали... Достижение. Поразить эту демоническую стену. Получилось! Хех! И не пытайся овладеть другими стенами. Да. Это хороший комментарий Эджа. Ну что, королью гномов. Ну что, королью гномов. Можем ли выбраться телепортом? Давайте посмотрим. Телепорт недействителен. Значит ли это, что ждут какие-то события нас при попытке выйти? Может быть, после сокрушения стены можно спуститься ниже? Пока нельзя. Но, конечно же, мы все держим в голове мысль, что, может быть, когда-нибудь спуститься будет можно и подвязать какой-нибудь канат или еще что-нибудь. Так как параизводителей Final Fantasy не удивит нас, если добавить туда такую возможность. Здесь можно сохраниться, друзья. Сделать привал. Ну, давайте посмотрим на мысли наших героев. Нельзя расслабляться, пока мы не вышли отсюда. Последняя ловушка перед кристаллом. Вот оно как. Легко залезть, трудно выбраться. Нет, только не снова. Как будто битвы с дверью было мало. Действительно. Со стенами что будет дальше? Пол, по которому мы ходим, поднимется против нас. Вот такой интересной получилась эта часть. На сегодня завершим наше прохождение. Приходите, пожалуйста. Мы пройдем все Final Fantasy вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok